Очень часто люди заблуждаются относительно дальневосточной ипотеки. Я вижу, как бы так сказать, помягче, убогенькие домишки старого фонда. Когда говорят, что с Владивостока идет отток населения, это неправда. Здесь есть свой сленг во Владивостоке, есть даже некоторые слова, которые я первый раз слышал. Владивосток был открыт только в начале 90-х. Это не Крым, Крым даже близко не стоял. Есть какие-то интересные, известные на ваш регион истории, когда человек взял гектар, посеял пшеницу ее заводить. Правда, и тут наши клиенты умудряются находить лазейки. Друзья, мы во Владивостоке. Вот нашли такое место, крутое здесь, вид на центральную часть. Ну и, собственно говоря, Володь, привет! Не будем кривляться, мы здесь уже не первый день. И тебе, конечно, Володь, огромное спасибо за то, что лично меня и, наверное, всю мою команду ты влюбил в этот город, в этот регион. Ну а теперь давай попробуем разобраться, что здесь с недвижимостью. Честно скажу, у меня противоречивые чувства, когда я вижу близость Японии. Вот там у меня за спиной паром пришедший, набитый до отвала японскими машинами. И когда я вижу, ну как бы так сказать, помягче, ну такие убогенькие домишки старого фонда. На самом деле, как обстоят дела с жилым фондом, не с жилым? Что здесь вообще происходит? Борис, еще раз добрый вечер. Я, на самом деле, моя заслуга небольшая. Это заслуга самого города, что вы в него влюбляетесь. Вы не первые гости из Москвы, кто нам об этом говорит. На самом деле, Владивосток, конечно, в последние годы очень сильно прокачался. Мы не раз сегодня об этом поговорим. И Владивосток, ну на данный момент, не может не влюблять. Я считаю, что Владивосток это один из топовых городов России. Вот, ну в топ-5 его смело можно отнести, по крайней мере, за свою уникальность. Про плюсы его тоже поговорим. Что же касается недвижимости, давайте чуть попозже к этому вопросу подойдем. У меня встречный вопрос. Вот, насколько я знаю, вы были во Владивостоке 20 лет назад. Ну, согласитесь, за 20 лет, наверное, город, мягко сказать, преобразился. Ну, 20 лет назад я вообще мало чего видел. Это было такое начало нулевых, по сути дела, конец 90-х. Честно скажу, когда я ехал на такси на Шамару, я думал, меня везут в лес. Последний путь, да? Ну, как это, как говорят, очковал, потому что и слухи были, и были какие-то такие интуитивные подтверждения тому, что, ну как бы так тоже помягче сказать, ну город немного бандитский. Вот, очень много бизнеса, достаточно много денег, все эти деньги так или иначе связаны с морем, за границей, и деньги немножко шальные. И, конечно, я не чувствовал себя здесь комфортно, плюс военные, плюс дикий бизнес, то есть все, что было тогда. Сейчас, конечно же, многие вещи, центральная часть, они так сильно заточены под туристов, и это, конечно, ну вселяет такую, скажем так, какую-то уверенность, понимание, что, ну в какой-то степени я себя тут чувствую безопасно. Что же касается недвижимости, к которой мы должны с вами были вернуться к этому вопросу, то здесь на самом деле стоит вопрос в том, что Владивосток начал кардинально меняться 10 лет назад. Ну, начал немножко раньше, но красивую картинку мы уже увидели 12 лет назад. С того решения, 10 лет назад, в 2012 году, с того момента, как приняли решение провести общемировой саммит АТЭС во Владивостоке, город, конечно, стал максимально быстро развиваться. Построили, как минимум, три шикарнейших моста, которые вы видели. Они видят за спиной. Вот, один у нас за спиной, да, это золотой мост, другой виднеется мост на русский, и третий, это шикарный низководный мост, который тоже не менее красив. Ну, он немножко другой, но тем не менее красив. В общем, город начали серьезно развивать. В город пошли большие ресурсы, и много важных решений было принято именно на саммите АТЭС. Такие решения, как Дальневосточный гектар, через несколько лет появится Дальневосточная ипотека, которая тоже внесла свою лепту. И во многом благодаря Дальневосточной ипотеке у нас появились крупные федеральные застройщики. На данный момент их всего несколько. Это четыре крупных игрока, которые к нам зашли. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, что же такое с недвижимостью, все только начинается. На данный момент Владивосток только ожидает строительный бум. То есть то, что вот проекты красивые, первые, которые вы видите сейчас во Владивостоке, это только первые ласточки. Я думаю, что лет через 10 Владивосток будет неким прообразом Гонконга. То есть сейчас есть уже первые ласточки, но я думаю, лет через 10 мы увидим, как Владивосток резко вырос вверх, в высоту. На самом деле я вот с перспективами немного соглашусь, учитывая, что, условно говоря, наша страна сейчас на Запад закрыта. Закрыта совсем. А как бы большая, и плюс у нас вот большая восточная часть, всегда у России, у СССР была проблема освоения вот этих дальних территорий. И, конечно же, как говорится, сейчас сам Бог велел повернуться сюда, в первую очередь властям, в вторую очередь бизнесу, чтобы придумать, как здесь, как бы что-то из этого всего зарабатывать, как-то это все развивать. И чтобы экономика каким-то образом оживилась, в том числе за счет, наверное, в первую очередь за счет Сибири, Дальнего Востока и так далее. Но раз уж ты упомянул, давай начнем с простого. Объясни, что такое дальневосточный гектар и как бы как с ним дела. У тебя есть? Борис, пока мысль не потерял, сейчас вот добавлю немножко к вашим высказываниям. Все верно подметили. Ну, еще хочу обратить внимание, что Владивосток был открыт только в начале 90-х. До этого времени Владивосток был абсолютно закрытый город, в который просто так нельзя было заехать. То есть только с начала 90-х появился здесь первый бизнес. Стали возвращаться иностранцы. А если откатить еще назад историю, то в начале 20-го века Владивосток был один из богатейших городов мира. Здесь был Портофранко, сделали Транссиб и сюда ринулись и европейцы, и азиаты. Это был очень богатый город. Но, к сожалению, революция или, к счастью, внесла свои коррективы. После этого иностранцы город покинули практически все. И до распада Советского Союза город был закрыт. И вот у нас произошли такие важные события, как открытие Владивостока. В 2014 году, опять же, к сожалению или к счастью, когда у нас случилось то, что случилось с нашей национальной валютой, к нам ринулись огромное количество азиатских инвесторов. Это действительно был большой бум. Гуляя по городу, мы можем увидеть много вывесок на азиатских языках, так сказать, иероглифов. Но об этом тоже можем подробнее попозже поговорить. И сейчас с появлением дальневосточной ипотеки, и особенно сейчас в современных тенденциях, когда Россия, скорее всего, будет целенаправленно разворачиваться на Азию, у Владивостока есть просто колоссальные перспективы. Что же такое дальневосточный гектар? Это гектар, который может оформить любой гражданин России. Есть сайт на дальневосток.рф, он так и называется. Зайти на него по логину, паролю от госуслуг, зайти, выбрать участок и оформить. Только сначала не в собственность, нужно оформить во временное пользование безвозмездное на 5 лет. А спустя эти 5 лет он переводится в собственность. Это абсолютно не сложно. Главное что-то делать, вложить что-то, вложить в развитие Дальнего Востока. Повторюсь, что так же как и дальневосточную ипотеку, дальневосточный гектар может взять абсолютно любой гражданин Российской Федерации. Взять это значит бесплатно? Безвозмездно. Безвозмездно на 5 лет. А потом так же безвозмездно переоформить его в собственность. Ну сразу проговорю, что прям близ Владивостока гектары не дают, это самый актуальный вопрос. Это нужно немножко отдалиться от Владивостока, ну где-то минут 40 и там уже можно выбирать гектары. Так же как возле моря, их в принципе уже нету, тоже очень популярный вопрос. Ну либо где-нибудь уже на севере края искать. Почему бы и нет? Тоже там какие-то вариации под бизнес можно придумать. И совершенно бесплатно можно взять и оформить этот гектар. Средний срок строительства 16-этажного дома 1 год и 8 месяцев. С учетом требований ГОСТа. Наша гарантия – это построенные дома, а не обещания. Нас поддерживают более 20 банков-партнеров, что говорит о высоком уровне доверия к нашей компании. Наши признания – это счастливые клиенты. Как бы ни было сложно, сколько бы сил не потребовалось. Наша команда – это не просто профессионалы. Это те люди, которые строят как для себя. Наш результат – это сплоченность каждого отдела. В любых условиях мы делаем все возможное, чтобы наши объекты были лучшими. На строительных объектах нашей компании работает свыше 2000 человек. Они все мотивированы на качественную работу. И нам ценен каждый кадр. Догма выходит за пределы Южного федерального округа. И готовит масштабные проекты в Омске, Ростове, Крыму, Калуге, Риге, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Наша компания активно участвует в социально значимых проектах. Строим школы, детские сады, храмы по всему Краснодарскому краю. Руководством компании Догма принято решение по строительству дороги Дублер, улицы Западный обход. Также руководство компании поставило очень важную задачу по сохранению максимального количества деревьев при благоустройстве территории микрорайона «Самолет». Строительная компания Догма. Первым делом дело. Есть какие-то интересные, известные на ваш регион истории, когда человек взял этот гектар, не знаю, там, посеял пшеницу и озолотился? Наверное, самая известная мне история, когда человек взял гектар на маленьком острове, собственно, то есть он гектар и представлял этот маленький остров, и организовал для азиатских туристов там квесты на этом острове. То есть это, наверное, самая такая классная история успехов. Кто-то берет друзьями, семьями своими огромные кластеры гектаров и устраивает на них какие-то национальные парки, либо базы отдыха устраивает. Ну, на самом деле, много историй успехов. К сожалению, еще больше гектаров, которые до сих пор не, скажем так, возделаны, но, я думаю, всему свое время. У нас, тоже об этом отдельно проговорю, еще были так называемые инвестиционные проекты, когда можно было даже в Владивостоке взять какой-то земельный участок бесплатно под определенный инвестиционный проект. И таких проектов у нас, наверное, наберется не одна сотня. И практически каждый этот проект был закреплен каким-то сильным инвестором. А в частности, это были китайские и корейские инвесторы. Но после наступления ковидных времен азиатские партнеры, к сожалению, взяли паузу. Где-то по техническим моментам, потому что нет возможности просто так приехать, привезти денежные средства. Кто-то просто пережидает сейчас этот момент. И вот такие гектары недореализованные, скажем, инвестиционные вот эти проекты сейчас остались в подвешенном состоянии. И я знаю прям серьезный круг людей, которые готовы рассмотреть вход в свой инвестиционный проект новых игроков и что-то с ними делать. Причем разные проекты есть, от мала до велика. Есть даже очень серьезный большой земельный участок рядом с морем, куда можно зайти. Ну, естественно, с серьезной суммой денег и построить там одну из, наверное, лучших баз отдыха в Приморском крае. То есть такие вариации на данный момент есть. Я правильно понимаю, что вот на проходящем здесь, я так понимаю, регулярной, в том числе в сентябре будет проходить форум, вот подобные истории тоже обсуждаются про инвестиции, про все остальное? Конечно, конечно. В первую очередь там они обсуждаются. И именно во многом благодаря этим форумам, которые ежегодно проходят, получает новый импульс и развитие наш замечательный город и наш регион. То есть много чего нового там создается и потом чаще всего успешно реализуется. В том числе на этом форуме происходит некая инвестиционная тусовка, где можно приехать и познакомиться, и начать реализовывать какой-то проект. Давай теперь как бы ко второму термину с приставкой дальневосточной, дальневосточная ипотека. Насколько я слышал, дальневосточная ипотека сильно раскачала цены. Это правда? Она подняла цены. В этом доля, правда, есть совершенно. Потому что как только появилась дальневосточная ипотека, соответственно, сразу же все ринулись брать ее, кто имел такую возможность. Кто может воспользоваться дальневосточной ипотеки? Первонаперво задача была, чтобы это брали семьи до 36 лет. Но здесь мы столкнулись с первой сложностью. Первая сложность в том, что до 6 миллионов в Владивостоке, где-нибудь в ближайших районах к центру, ну, недалеко инфраструктурной близости, скажем так, от Владивостока, чтобы взять дальневосточную ипотеку, это нужно, ну, где-то в районе минимум 8 миллионов, чтобы взять какую-то нормальную квартиру для семьи, немалогабаритную там какую-нибудь однушечку. А квадратный метр в Владивостоке на данный момент стоит в районе 160 тысяч, ну, средняя цена. Так вот, 6 миллионов, к сожалению, сейчас этих не хватает. 6 миллионов – это лимит. Это лимит, который можно взять подовые ипотеки. К сожалению, мы сталкиваемся даже с такими случаями, когда семейные пары разводятся и берут две смежные квартиры. Муж взял 6 миллионов и супруга берет 6 миллионов. К сожалению, это современные реалии рынка, которые мы имеем. Так вот, я про критерии. Очень часто люди заблуждаются относительно дальневосточной ипотеки. Первое на первое, кто может взять? Любой гражданин Российской Федерации. Любой. Не обязательно прописанный во Владивостоке? Не обязательно, не обязательно, не обязательно. Это первое. Второе. Ну, естественно, банковские ограничения там от 18 до 68 лет возьмем, просто иначе будет невыгодно платить. Это должна быть семья, либо неполноценная семья. Это основные критерии. До 68 или до 36 ты говоришь? Если мы говорим про покупку квартиры, то это 18-36 лет. Семья, либо неполноценная семья. То есть, ну, мать-одиночка, либо отец-одиночка. Но есть еще хитрая хитрость, про которую мало кто знает, что старше 36 лет можно взять под строительство своего дома. Там нет возрастных ограничений, ну, кроме типовых ограничений по возрасту для ипотек. То есть, ну, 65-68 лет, скажем так. То есть, любая семья старше 36 лет, либо неполная семья, может воспользоваться этим правом и взять 6 миллионов на постройку своего дома. Это тоже очень удобно. Ну, единственная тонкость, если старше 36 лет, то на строительстве своего гектара дальневосточного. Это необходимо. А муж и жена без детей – это тоже семья? Да, конечно. То есть, не обязательно иметь детей. При том, что можно иметь обычную ипотеку, да хоть несколько обычных ипотек иметь. Дальневосточной ипотекой можно воспользоваться. Точно так же, как можно иметь недвижимость собственности. Очень частое заблуждение среди наших уважаемых клиентов относительно того, что у меня уже есть квартира, мне не дадут дальневосточную ипотеку. Ну, единственный момент, что воспользоваться правом дальневосточной ипотеки нужно один раз. Ну, и один раз жизни. И спустя несколько лет нужно будет обязательно прописаться в этой квартире. А сколько надо быть прописанным? Не знаю, там есть какой-то период? На период гашения ипотечного кредита. Ну и проговорю, что сейчас это 1%. К сожалению, до весны этого года у нас были ставки 0,1%. 0,1% на весь срок ипотечного кредитования. То есть не на период, пока дом сдаст, а на все 20 лет. Можно было взять под 0,1%. То есть такая некая символичная рассрочка, назовем ее так. Ну, естественно, грех не брать такую ипотеку. Что еще интересного есть по таким специальным региональным программам, на твой взгляд? Про ДВ ипотеку еще проговорю, что с недавних пор стали выдавать врачам и медикам ее. Я думаю, что будет расширение и еще. Что значит врачам и медикам? Она же и так. Учителям и медикам, которые не попадают под критерии 18-36. Да, 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 все верно. То есть если я старше 36, но при этом являюсь, условно говоря, медицинским работником, то я все равно попадаю под эту ситуацию. Да, и еще есть хитрость, что можно взять на вторичку дальневосточную ипотеку, но, к сожалению, в крае. То есть в городах не очень близких к Владивостоку. То есть в моногородах, где нету новостроек, там можно взять ДВ ипотеку на вторичное жилье. А в Владивосток исключение, как бы здесь вторичку нельзя. Ну, конечно. Ну, нет, это те города исключения, потому что у них нету первички. Правда, и тут наши клиенты умудряются находить лазейки. Они покупают у родственников недвижимость в крае, где можно вторичку оформить. Берут эти деньги, приезжают, покупают здесь первичку. Почему бы и нет? Риэлтор, сейчас ты либо быстрый, либо мертвый. Если вы все еще по старинке пользуетесь ипотечным калькулятором, тогда следующая минута для вас. Заметили, что клиентов не устраивают примерные и расплывчатые ответы? А они хотят знать точно, какая ставка у них будет по ипотеке и какой размер ежемесячного платежа вплоть до сотен рублей. А еще очень часто они хотят знать здесь и сейчас, на какие преференции банков могут рассчитывать. И в какой льготной программе будут участвовать. Думаете, давать мгновенные ответы на такие вопросы невозможно? С ипотечным калькулятором – да. Это невозможно, потому что функционал его примитивен и давно уже устарел. Тогда что же делать? А что, если я порекомендую такой сервис, который в смартфоне за три минуты подберет ипотечную программу для вашего клиента? Причем алгоритмы переберут почти 500 актуальных кредитных программ и предложат самые выгодные из предложений семи десятков банков. И что мне особенно нравится, в этом сервисе полностью исключен человеческий фактор. Например, обновление и изменение условий программ происходит автоматически. А воспользоваться сервисом можно 24 на 7 с любого устройства. Это означает, что в любое время вы сможете в считанные минуты проконсультировать клиента о ставке, размере платежа и льготных программах. Приятным дополнением является справочник на 800 контактов сотрудников банков и автоматическая подача заявки в банк в режиме одного окна. В этом приложении можно проверить клиентов и их документы, рассчитать страховой тариф при подборе кредита и много чего еще. Заинтриговал? Тогда переходите на страницу ипотека на сайте М2ТВПРО по ссылкам в описании и узнавайте подробности. По ощущениям, вот сейчас пришло несколько федералов. Это как бы тренд, это будут еще появляться федералы, ЕМД-федеральные застройщики? Или, ну, условно говоря, ну, тому, кто, что называется, самый продвинутый, самый инновационный или самый богатый, кто решил рискнуть, построить, ну, там, если для Москвы, там, у черта на куличках, где-то в Владивостоке, там, все думают, где это. На карте это не сразу найдут. У нас тут шутка ходила недавно, что раньше Владивосток был у черта на рогах, а с последними событиями стал у Христа за пазухой. На самом деле, я думаю, это тренд, и мы же с вами понимаем, что Владивосток это некий экономический анклав Российской Федерации. В то время, когда рынок недвижимости по всей Российской Федерации двигался в одном направлении, Владивосток очень часто был исключением. Например, у нас были такие факторы, которые сильно повлияли, в отличие от всей Российской Федерации, на положительную динамику роста цен. Это появление дальневосточного гектара. Когда в 2014 году, к сожалению, наша национальная валюта немножко обесценилась, к нам поехало большое количество азиатов, про которых я уже говорил. У нас доходило до того, что в сезон ты выходишь на улицу, и на 10 человек ты встречаешь 9 азиатов. Это тоже очень сильно спровоцировало спрос на квадратный метр в Владивостоке. Их действительно много покупало. Когда перенесли нам столицу дальневосточного округа, Владивосток, ну в принципе это обоснованно, давно надо было сделать, тогда тоже появился новый виток спроса на недвижимость. К нам стали ехать с других городов Дальнего Востока. Когда говорят, что с Владивостока идет отток населения, это неправда. Отток идет с Дальнего Востока, отток идет с Приморского края, но не с Владивостока. Владивосток является точкой притяжения, то есть в Владивосток наоборот приезжает население, ну иначе бы квартиры просто не продавались. У нас хороший спрос на недвижимость. И поэтому, я думаю, тенденция к тому, что у нас появляются крупные федеральные застройщики, она только набирает обороты. К тому же, вот обращая ваше внимание, мы с вами видим еще много свободных кусочков земли. Понятно, что никто не хочет точечную застройку, но на данный момент у нас еще нету застройщика, который строит апартаменты. А по законодательству Владивостока можно строить от 10 соток. То есть можно взять участок 10 соток в позволяющей зоне и строить апартаменты 25 этажей. То есть я думаю, это вот перспектива Владивостока. И не зря я проговорил про Гонконг, почему Гонконг такой прикольный получился. Потому что тоже была земля на Визолте, как и сейчас в Владивостоке. И застройщики стали строить вверх недвижимость. На самом деле, помимо апартаментов, я бы в отдельную категорию выделил апарт-отели. Их часто смешивают, но отличие там принципиально в том смысле, что апарт-отель это апартаменты с очень хорошим сервисом. То есть когда это включено в продукт. А просто апартаменты, это часто, по крайней мере в Москве, это так называемое лже-жилье или псевдо-жилье. Когда просто из-за отсутствия инфраструктуры, нормы инсоляции, ну как бы фактически коммерческая недвижимость, которая используется для проживания. И, собственно говоря, она просто немножко дешевле. Но там налоги чуть подороже и куча нюансов, связанных именно с использованием коммерческой недвижимости. Но, тем не менее, это все-таки другая история. А вот апарт-отель, чего, кстати, много в Петербурге, стало за последние, ну, наверное, года 4, это прям тренд. Там открылось, по-моему, порядка 10 таких апарт-отелей, где можно, ну, что называется, в родницу купить себе один юнит. Ну, и также в Сочи. В Сочи ситуация хуже, там скорее больше серый бизнес, но, тем не менее. Мне почему-то кажется, вам этого сильно не хватает. Ни первого, ни второго в Владивостоке на данный момент практически нет. Можно по пальцам перечитать одной руки подобные проекты, которые есть. Прошу прощения, что перебил. Я просто хочу сказать еще один фактор, который мало кто знает. Вот когда смотришь список городов, которые самые популярные у туристов среди российских городов, так обидно, почему-то за Уралом не принято считать статистику. Хотя Владивосток, я думаю, по всей видимости, имеет полное право получить этот статус. Ну, в 2017 году на 600 тысяч населения Владивостока иностранных туристов посетило 1 миллион. То есть только иностранных туристов. То есть если взять коэффициент на количество жителей, я думаю, это очень интересная статистика. Здесь был у нас сумасшедший просто бум на суточную аренду в доковидные времена. Можно было купить однокомнатную квартиру в центре миллиона за 4 и сразу же сдавать ее за 5 тысяч в сутки. То есть окупаемость была сумасшедшая. У меня есть много успешных клиентов, которые послушались меня, взяли эту недвижимость. К сожалению, сейчас не так классно идут дела. Но, тем не менее, года за 4-5 они окупили эту недвижимость. Ну, это же красота. Купил однокомнатную квартиру, она тебе отработала. За 4 года она уже стала в плюсы работать, отбив вложения, которые были когда-то сделаны. То есть Владивосток в доковидные времена очень был классным городом для инвестирования в суточную аренду. Ну, я надеюсь, что рано или поздно азиаты к нам вернутся в наш город. На самом деле я добавлю, потому что в данный конкретный момент я проживаю в гостинице. И мы сменили уже две гостиницы. И, честно говоря, уровень гостиниц, находящихся в центре и имеющих достаточно, ну, скорее всего, большую историю, потому что это старые здания. Скорее всего, они здесь существуют не менее 10 лет. Ну, мягко говоря, оставляют желать лучшего. То есть при этом цены, ну, вот прям не подарочные, как говорится. То есть если сравнивать тот же самый Москвой, ну, Москва, ладно, Москва там центр, там слишком все зависит от удаленности. Но если сравнить, например, с Казанью, про которую ты уже сказал, или с Золотым кольцом России, если не берем там совсем пиковые сезоны, то, конечно, здесь цены выше, а сервис гораздо хуже. Что говорит, конечно, о потенциале развития этого сегмента. Все верно. Были у нас в городе, ну, сейчас есть, апартаменты, которые сделаны с претензией на люкс, с видом на море, с хорошей мебелью. И они практически весь сезон были проданы в среднем по 15 тысяч в сутки. При том, что они малогабаритные, они 25-30 тысяч. Вот мы сейчас с вами видим, вот здесь гостиница есть, Хаят. Ее в тестовом режиме сейчас к саммиту открывают. Я думаю, потом будут доделки, и в скором времени она начнет работать. Самый дешевый номер там стоит 29 тысяч в сутки. Круто, да. Поэтому, ну, конкуренция пока оставляет желать лучшего. Ее практически нету. Ну, действительно, вроде варианты есть, но если зайдет какой-то сильный игрок, я думаю, у него есть хорошие перспективы развернуться. И опять же, если сравнивать Москву, допустим, мониторю цены. Можно снять неплохую квартиру в центре Москвы в районе там 4-5 тысяч в сутки. Но при этом я понимаю, что эта квартира стоит там, ну, 10-15 миллионов. То здесь можно было купить за 4 миллиона и в эти же деньги сдавать. Да, в отличие от Москвы, конечно, самый пик был в теплое время года. Зимой было похуже. Но, тем не менее, зимой можно было всегда ее на помесячное сдать на несколько месяцев. Что мы своим клиентам рекомендовали, что они часто и делали. Я, кстати, хотел спросить, потому что вот те самые 20 лет назад, когда я был, я очень хорошо помню такой кадр, когда я гулял по набережной, а там рядом стояло какое-то большое здание, где, очевидно, был и горный дом. И подъезжали автобусы с китайцами, может быть, еще с какими-то другими представителями. Ну, скорее всего, с китайцами, потому что у них запрещено все это дело. И прям народ вываливал и валил вот в это казино. Насколько я, и я понимал, что здесь не только летний сезон. Если это игровая тема, она, ну, как это, всезонная. Сейчас есть ярко выраженные сезоны? И что с игорным бизнесом, учитывая, что здесь какая-то зона есть? Ярко выраженный сезон на данный момент есть. В силу того, что у нас нет сейчас азиатов, такого обилия, которое было раньше. Мы бы с вами на этой локации просто сидеть не смогли. Здесь бы просто колонны азиатов ходили. Так вот, сезонность на данный момент есть за счет внутреннего туриста. Это июль, август, сентябрь. У нас сентябрь полноценный месяц лета. Это четвертый месяц лета, когда мы загораем, купаемся. Температура воздуха около 25 градусов дует. Такой, как сейчас, приятный ветерок. И вода прогрелась, что самое классное. Плюс в сентябре чаще всего у нас очень солнечно. Нету плохой погоды, которая иногда у нас часто бывает летом. Про игорный бизнес. Это действительно был бум. Действительно много китайцев к нам ехало. Так же, как у корейцев считается, что если хочешь посмотреть Европу, нужно приехать в Владивосток. У китайцев считалось, что если у тебя будет отметка Макао, где серьезное казино, то у тебя будут сложности с карьерой. И они очень любили приезжать в Владивосток. И в казино действительно там было очень много автобусов с китайскими туристами. Вплоть до того, что на саммите 2012 года они предлагали нашему руководству построить хайвей скоростной через мыс Песчаный, то есть создав там новый микрорайон города, соответственно, на Китай. То есть напрямую получалось бы там сколько, 60 где-то километров. Ну, примерно. И они на полном серьезе предлагали нам построить мост через залив, Амурский залив и сделать хайвей. И самое интересное, они предлагали сделать хайвей до казино. А сейчас казино есть? Конечно. Там играют? Это полноценное казино или, не знаю, три палатки и все? Нет, нет. Это серьезное здание, серьезная гостиница. Часто проводят мероприятия. Естественно, без азиатов там, конечно, гораздо грустнее стало, но рядом с этим казино запланировано строительство еще нескольких серьезных казино мирового уровня. Я, кстати, зрителям скажу, что здесь есть свой сленг во Владивостоке, есть даже некоторые слова, которые я первый раз слышал. Я даже не вспомню это слово. Так вот, к вопросу азиаты, некоторым зрителям может показаться это немножко грубое слово, но поверьте, здесь это немножко по-другому. И чтобы разъяснить, под этим термином подразумевается не только жители Китая, ну точнее граждане Китая, подразумевается еще Корея, она здесь недалеко, и Япония. Сколько километров до Кореи, сколько до Японии? Ну, я так скажу, что в доковидные времена были хорошие моменты, когда можно было за 5 тысяч в одну сторону слетать в Корею, в одну тысячу слетать в Японию. Да, 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 5 тысяч рублей. Лететь около полутора часов в Корею, полутора часов в Японию. У меня декан очень любил шутить на эту тему, правда, это было еще 20 лет назад. Он в большой поточной аудитории спрашивал, кто из студентов был в Москве, поднимало из 200 человек 5 человек руку, а на вопрос, кто был в Китае, поднимало 195 из 200 человек. То есть, ну, Корея, Япония, Китай для нас это было как на выходные съездить, погулять, это было очень доступно. Ну, Япония стала доступна у нас за несколько лет до ковида, потому что раньше были и визы дорогие, сложно их было получать, и билеты были дорогие. А вот за несколько лет до ковида они очень сильно упроснили, сделали бесплатными визы, и были акции, что можно было за 5 тысяч слетать в Осаку или в Токио. Звучит очень круто. Я, на самом деле, тогда, 20 лет назад, воспользовался этой возможностью. Я зашел в какое-то турбюро и на три дня съездил в Суньхоньхэ, и говорят, что, ну, это такой, тут Сунька ее называют, да, и говорят, что вот с 90-х годов этот город из деревни, благодаря, естественно, российским челнокам превратился в какой-то там супергород. Это правда? Да, совершенно верно. У нас даже был термин такой «помогайка», когда запрещали вывозить определенному предпринимателю большое количество одинакового товара, он, там ограничение, по-моему, до 50 килограмм было, он нанимал кого-нибудь из региона, ну, очень много с края ездило, много студентов туда ездило. В общем, в чем заключалось? Тебя бесплатно везут в Китай, абсолютно бесплатно, дают гостиницу, еще и кормят. Твоя задача просто на обратном пути, через границу перевезти два баула, там, по 25 килограмм. По-моему, когда я обратно возвращался, меня кто-то попросил баул провести, точно. Я был «помогайкой», я понял. Только за бесплатно мне за это не платили. То есть, ну, Китай, это был очень большой доступностью. Единственное, приграничный Китай, конечно, он такой специфичный. Сунька действительно из деревни выросла, ну, не в мегаполис, но в серьезный городок. Гораздо больше, чем многие наши города в регионе, но, тем не менее, во многом благодаря нашим туристам. Что еще интересного, на чем можно было бы, с твоей точки зрения, инвестировать, зарабатывать здесь, что-то близкое к недвижимости? Ну, в первую очередь, конечно, это туризм, про который мы уже проговорили. То есть, это различные гостиницы, базы отдыха, какие-то аквапарки построить. Вот до сих пор нету аквапарка в Владивостоке. Обещают построить сейчас на русском, ну, дай бог, чтобы у ребят все получилось. Какой-нибудь мини-Диснейленд поставить. Ну, идеи на самом деле много. И в нашей команде есть хороший банк земельных участков, который мы можем предложить нашим замечательным партнерам для реализации каких-либо проектов. То же самое, как у нас есть небольшая на данный момент коллекция земельных участков, которые мы можем застройщикам предложить. В силу того, что Владивосток с трех сторон окружен морем, для тех, кто не знает, то с участками здесь большая проблема. Тем более, ну, много тонкостей. Где историческая зона, где проблемы с инфраструктурой, где аэропорт. Много-много всяких тонкостей, действительно. Но небольшая подборочка у нас до сих пор есть, где можно зайти и начать реализовывать какой-то проект. Мне часто звонят роботы, но на медни позвонил один, которого я раскусил не сразу. Диалог был настолько похож на настоящий, что я согласился получить информацию в WhatsApp. В итоге, сейчас я знаком с несколькими кейсами из недвижимости, которые демонстрируют работу этого робота. Как по найму агентов, так и по работе с клиентами. С примерами и подробностями вы можете познакомиться по ссылке в описании. А фрагмент одного из них вы услышите прямо сейчас. Алло, я вас не слышу. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я звоню вам по поводу квартиры. Удобно говорить? Звоню из агентства недвижимости... Скажите, если мы своих клиентов сориентируем на вашу квартиру, и они будут готовы внести аванс и выходить на сделку, то в случае продажи мы можем рассчитывать на минимальное вознаграждение 2%? Тогда я сейчас передам ваш контакт нашему специалисту, и он с вами свяжется в ближайшее время. Секундочку. Все, я все передал. Пускай это будет наш маленький секрет. Подскажите, у вас есть еще вопросы? Понял, я перезвоню позже. До связи. Когда ты говоришь про возможности для туризма, здесь сейчас понятно, что есть ограничения. Но есть ли ощущение, что россияне соберутся сюда ехать? Или это все равно такая большая экзотика? Насколько я знаю, по данным Росстата, в этом сезоне просто идет такое хорошее паломничество Владивосток именно из России. То есть Владивосток стал набирать обороты по туристическому потоку не только среди азиатов, как это было в доковидные времена, но и уже среди граждан Российской Федерации. Тем более сейчас увеличили кэшбэк до 40 тысяч за одного человека. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем для людей слетать в Владивосток. Ну, единственная, конечно, самая большая сложность – это 8 часов лета из Москвы в Владивосток. Но, тем не менее, могу поделиться секретами, как эти 8 часов переносить. Это хорошая книжка в аэрофлотах, хорошая коллекция фильмов. Либо ноутбук взять со своими фильмами. Ну, 8 часов, чем себя занять, в принципе, можно найти. Ну, не каждый же день летать. То есть прилететь так на несколько неделек, чтобы зарядиться всеми плюсами Владивостока и ближайших локаций интересных, которые рядом с Владивостоком находятся. Там морские заповедники, сафари-парк. Это стоит сделать как минимум раз жизни. Я думаю, это стоит сделать каждому гражданину России, чтобы они понимали, насколько Россия большая и насколько она разнообразная. На самом деле, Владимир сказал так вскользь про заповедники. Это потому, что он здесь местный. Когда вы откроете карту, то вы увидите, что здесь на очень небольшой территории 6 заповедников. Один из них морской, как-то называется, биосферный заповедник. И 5, включая там земля леопарда, какой-то там с тиграми. Короче, очень много всего. Не зря сюда прилетал наш президент и когда-то давно-давно все это дело тоже популяризировал. Поэтому с точки зрения природных ресурсов здесь, конечно, колоссальный потенциал. А я, как большой любитель Крыма в прошлом из Советского Союза еще, не очень любитель Сочи. Но, тем не менее, когда я увидел те лагуны, те бухты, которые мы посмотрели вот буквально на днях недалеко от Владивостока, я, конечно, пришел прям в дикий восторг. Потому что, ну, это вот такой, ну, такого больше нигде нет. Это не Крым. Крым даже близко не стоял. Может быть, за исключением каких-то уникальных мест, известных по картинке. А здесь они кругом. Причем в рамках небольшого участка у вас есть и скалы, и какой-то белый кристальный песок и так далее. То есть куча всего. Поэтому это история не сегодняшней программы. Возможно, мы об этом сделаем отдельный эфир. Посмотрите об этом в описании. Но, тем не менее, это факт. Мы неделю назад были в Иркутске. Честно говоря, я все-таки не сильно с тобой согласен по поводу того, что здесь нет оттока. Возможно, оттока нет, я имею в виду такого прямого. Но отток вместе со смертностью, вместе с достаточно пожилым возрастом, все равно по статистике во Владивостоке есть отрицательный. Ну, это почти во всех регионах России, к сожалению, за исключением Москвы, Краснодара, Петербурга и, по-моему, Кавказских республик. Ну, потому что там очень высокая рождаемость. Вот почему я упомянул про Иркутск. В Иркутске есть еще один недостаток. Когда мы делали круглый стол, его можно посмотреть на нашем канале, ребята сказали, что проблема с образованием. То есть институты, университеты есть, но они не очень хорошего качества. Советских времен сильно уступили, и там близко Новосибирск, Томск, такие студенческие научные центры, куда уезжают ребята, ну, или у кого есть побольше ресурсов, уезжают в Москву и в Петербург. У вас есть университет на острове Русском. Это позволяет здесь создавать какую-то дополнительную именно молодежную прослойку населения студенческую? Или пока это тоже вопрос каких-то перспектив? Безусловно, безусловно, с появлением ДВФУ я, будучи риелтором, почувствовал в первую очередь это на себе. Когда мне стали обращаться по рекомендации родителей этих студентов, которые для них на перспективу покупали недвижимость здесь. Ну, как минимум, для них, чтобы комфортно было проживание, пока они здесь живут. И я думаю, что они очень благодарны тому, что они когда-то сделали этот поступок, потому что как минимум в два раза эта недвижимость уже подорожала с тех времен. Действительно, есть очень сильная студенческая тусовка, действительно, есть очень мощная динамика, что с других городов Дальнего Востока едут именно в ДВФУ. Это действительно есть. Мало того, с приграничных городов Азии ехали сюда ребята. То есть у нас были и корейцы, и китайцы, которые учились в этом ДВФУ. Потому что качество образования там действительно достойно. Да что говорить о качестве. Я когда приезжаю, гуляю по набережной, ДВФУ, он находится на русском острове, и он идет по диаметру бухты. И стоит там несколько минут спуститься из кампуса, и ты находишься на берегу хорошей бухточки, вокруг которой море, открытое море. Так вот, гуляя по этой набережной, я каждый раз ловлю на мысли о том, что я хочу срочно стать студентом, пожить в этом кампусе и быть здесь студентом. Так вот, аудитория студенческая очень мощная в Владивостоке. И на данный момент я знаю очень много новых современных технологий придумывается на базе ДВФУ. То есть наши креативные ребята, которые учатся в этом университете, я думаю, скоро будут очень хорошо греметь на всю Россию своими изобретениями. Точнее, уже гремят, но скоро будет это увеличиваться. Тенденция. На самом деле, ты тоже сказал слово кампус, и я слышал, что тут прям вот кампус в таком правильном понимании. То есть, с точки зрения проживания у студентов сделано все. Я думаю, даже как бывший студент МГУ, нам и не снилось такое в свое время. Я имею в виду студенческий городок, дом студента в Москве. Но это прям обычная общага, ничего такого супер там не было. Но были какие-то дополнительные вещи, но тем не менее. А здесь такой полноценный кампус, закрытая территория для студентов. Я действительно про это слышал. На самом деле, можно, наверное, бесконечно говорить о различных сферах, связанных с недвижимостью и с чем-то еще, с туризмом и так далее. Вот если говорить так, опять же, подводя некий итог, коротко, на чем ты бы сделал акцент, если бы к тебе пришел человек и сказал, вот у меня есть какая-то сумма денег, надо бы как-то их вот на них заработать? Ну, на данный момент, наверное, первонаперво это какой-то апарт-отель, действительно. Потому что их действительно не хватает, на этом можно хорошо зарабатывать. И это перспектива. Следующий этап – это хорошая достойная база отдыха. Это тоже востребовано. И как показывает практика, в мае практически все базы отдыха были уже забронированы на 100% на весь этот сезон. Ну и следующая идея – это хорошие коттеджные поселки. На данный момент в Владивостоке практически нет тематических каких-то хороших коттеджных поселков. То есть, на самом деле, ну, очень много того, что есть уже в Подмосковье, в Ленинградской области. У нас еще много чего нету, поэтому полет для фантазии здесь очень, очень неограничен. Приезжая сюда серьезными деньгами, я думаю, что люди смогут их здесь серьезно увеличивать. Спасибо тебе большое. У нас стемнело, такой хороший закат. Мы не последний раз однозначно встречаемся с Владимиром. Уж тем более не последний раз говорим о Владивостоке, о Приморье. Кстати, завтра мы уезжаем в Хабаровск, потом Сахалин. Поэтому следите за нашими материалами о Дальнем Востоке. Будет точно очень интересно. Всем, кого интересуют новые возможности для инвестиций, новые возможности для зарабатывания денег. Ну и вообще, в принципе, новые регионы нашей действительно очень большой страны, красивой страны с такими красивыми регионами, как Приморье и Владивосток. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ждем в гости.